youtube нам нужно серьезно поговорить вчера просто произошло событие после которого я молчать ну просто не могу я никогда не обсуждал эту тему не считал на самом деле нужным но вчера настолько зацепили за живое что просто не могу молчать многие из вас даже скорее всего и не заметили но вчера буквально на полчаса появился видос у меня на канале внимание срочная новость где я по сути это видео приглашение на два моих выступления в клубах в москве и в питере и этот ролик практически сразу мне пришлось удалить потому что набежала такая жесть в комменты типа да ты чё звезду поймал в лоб чтобы на нас сходки с подписчиками за деньги устраивать с входным билетом да ты чё охренел типа денег заработать хочешь коко-коко отписка дизлайк типа и все в этом духе и там было столько его буквально видос успел собрать там тысяч семь наверное просмотров или восемь буквально там за там 20 или 30 минут сколько он висел в сети но количество вот этих ненавистных комментариев настолько меня бескурая я так охренел вот я прям охренел и даже не только я а вся команда организаторов всех кто ведет наш канал мы все охренели просто с этой волны хейта и вот сейчас мы об этом поговорим creeper это нормально я совершенно нормально как а всей этой движухи отношусь потому что но идиот есть везде то есть люди кто срут в комменты совершенно не разбираясь в том вопросе по поводу которого они говорят они совершенно нормально или просто к это без основpool без без какого-либо основания там злость ненависть это нормально совершенно нормально просто тут задели за живое еще с того времени как мы ездили на байкал и мы тогда проводили встреч с подписчиками это было нереально круто. Ей очень понравилось встречаться вживую с людьми и людям тоже, кто мне потом писал личные сообщения, говорили, что это очень крутые встречи были в свое время. И появилась мысль, что надо бы снова организовать какие-то встречи, но на улице этого делать уже не хочется, потому что есть вероятность, что придет довольно-таки много народу, а даже толпа там неорганизованная совершенно там из 150 и 200 человек, это довольно-таки опасное мероприятие. Даже тупо с точки зрения безопасности всех присутствующих, потому что если появляется хоть какой-нибудь такой один неадекват из комментариев, например, то что с ним делать совершенно непонятно. И поэтому всегда на всех праздниках или вообще любых событиях, которые проводит администрация и еще кто-либо, всегда стоят либо полиция, либо охрана какая-то, всегда есть люди, кто отвечает за безопасность. А у нас такого на обычных встречах не было никогда. Плюс устраивать просто встречу с подписчиками типа ответы, вопросы, просто пообщаться не совсем прикольно, как мне кажется, потому что у нас есть очень много материала, лично у меня есть очень много материала, который тупо не лезет в формат нашего канала, он не весь связан с тачками и так далее, и так далее. И лучшего вида преподнесения вам, кроме как стендапа, мы не нашли. И у меня действительно есть довольно-таки длинная программа, о чем я с вами хочу поговорить. Рассказать, обсудить, посмеяться, погрустить и так далее. И именно из соображения того, чтобы все было безопасно, культурно, прилично, понятно, чтобы люди могли, кто хочет стоять, кто хочет сидеть, кто хочет бухать на баре, кто хочет все-таки слушать то, что я несу со сцены, и чтобы это все было безопасно, чтобы была охрана типа, и все было культурно. И из-за того, что это вот будет формат выступления именно стендапа, мы решили, что лучше клуба ничего не найти. И, соответственно, мы взяли площадки, взяли организаторов, взяли звук, взяли свет, туда-сюда. Это все деньги, но прикол в том, что мы сделали минимальный совершенно билет, который только возможен для входа в площадку. То есть, если, грубо говоря, вот ты лично захочешь организовать мероприятие в Москве или в Питере, и придешь в какой-то клуб и скажешь, чуваки, давайте-ка билетики мы по 30 рублей сделаем, сейчас все будет классно. Площадка просто вышлет тебя куда подальше. Есть минимальный входной билет, и именно минимальный входной билет мы и сделали, но на этом и получили типа, да ты че, бабос, бабос, ты хочешь нас, нас с рабочего класса содрать последние 400 рублей, да ты что, охренел? А вторая порция очень адекватных комментариев была по поводу того, что да, чтобы люди платили деньги за то, чтобы тебя увидеть, ты че, звезду поймал? Что, Филипп Киркоров типа, все, все, зазнался, все, жопа, все очень плохо. Так вот, это видео я специально хочу посвятить вот именно этим людям и хейтерам, потому что вживую я вас никогда не видел. Все люди, кого я встречал из своей аудитории на каких-то мероприятиях, на встречах с подписчиками, либо просто на улице меня кто-то узнает, подходит, здоровается и как-то со мной разговаривает, это все адекватные, замечательные люди. И самое главное, они взрослые. Моя аудитория взрослая, у меня аудитория 23 плюс, ну там 80 процентов аудитории, даже больше, по-моему, 90 процентов аудитории это 23 плюс. И, соответственно, все эти черти, которые пишут вот эту вот грязь в комментариях, они же еще, блин, взрослые. Ты как, сука, с таким мозгом дожил-то вообще до таких лет? Так вот, многоуважаемые мои, если вот лично ты сейчас сидишь за экраном компа, телефончика, планшета, что там, через что-то смотришь, не знаю, если ты сидишь и смотришь это видео, и думаешь вообще в целом, что я и все люди, кто вместе со мной работают над каналом, над агентством и так далее, мы здесь только ради того, чтобы раздувать ноздри и так говорить, смотрите, какие мы важные, фоткайтесь с нами, пожалуйста, лучи славы, лучи славы. Если ты думаешь, что мы делаем это ради этого, и чтобы срубить бабос с тебя лично, прям вот-вот в карман к тебе залезь и твою десяточку утянуть, так, 10 рублей с каждого подписчика, путь к успеху. Если ты так действительно думаешь, то у меня есть предложение для тебя. Если ты думаешь, что я здесь только ради того, чтобы зарабатывать с тебя деньги, то воспрепятствую этому, отпишись от канала. Вот, там внизу, в видосе, есть кнопочка «Отписаться». Нажми ее, пожалуйста, я тебя молю. Плюс, если ты также подписан еще на ВК или на Инстаграм, либо на другой наш какой-то источник в социальных сетях, то тоже срочно отпишись. И третье, пожалуйста, напиши в комментарии. К этому видео я отписался. Чтобы я тебя в черный список добавил, и чтобы ты уж точно никогда мою кортавую рожу больше на просторах интернета не увидел. И да, это, типа, совершенно очевидная история, что, типа, хейтеры, идите нахер. Но, на самом деле, не знаю, почему-то задело и задело очень сильно именно сейчас. Наверное, потому что да, это новое направление, это новый опыт, это, ну, другая совершенно история, нежели в которой мы привыкли работать. Вот как сейчас у нас камера, Олег за ней, я тут что-то сижу, вещаю, тут будет зал и так далее. И я совершенно четко понимаю, что приняв решение организовывать стендап, выступление, встречу людей, какое-то общение, клуб, вот это вот все, это, ну, определенная ответственность, конечно же. Я беру ее на себя, что человек, который придет на мероприятие, должен потом, выходя из зала, сказать, что, да, блин, это того, стоило это. Поэтому, подытожим, для всех тех, кто думает, что мы тут сейчас, что бабосиков, бабосиков, заработайте, что вы фоткаетесь, фоткаетесь, фоткаетесь с нами, да, 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 да. Инструкция вам дана, что делать вы знаете, вот прям по пунктам. А для всей остальной, моей любимой, адекватной и вменяемой аудитории, 21 июля, LifeStars, Москва, 22 июля, Action Club, Питер. Приходите, будет круто. Пока.